Венсполская городская дума Венсполская городская дума по вопросам образования, культуры и спорта и председатель комиссии по вопросам образования Янис Витолиндж Также у нас в гостях председатель комитета Венсполской городской думы по вопросам образования, культуры и спорта заместитель председателя комиссии по вопросам образования Илза Бунте и председатель комиссии по делам молодежи руководитель управления образования Алдес Славинскис Добрый вечер Горожане прислали несколько десятков вопросов И я поэтому хочу сразу же начать их задавать, а то обычно мы не всегда успеваем на все ответить. Начнем с вопросов. Я молодая мама, планирую вернуться на работу до достижения моим ребенком возраста двух лет. Учитывая, что и другие мамы планируют так поступать, хочу узнать, будут ли во всех детских садах группы для детей с полутора лет? Это актуально в этом году, я так понимаю, вопрос, да? Да, ну, это верно, что в последние годы остров возрос запрос на местам, на детском садике в этом самой младшей группе. Во всех детских садиках не будет, поскольку Саулит принимает и в этом году открыли только с двухлетнего возраста. Но у нас в такой группе уже имеется в шести детских садиках. И также в этом году мы открыли еще две группы. Саулит открыли с двух лет до трех лет эту группу, поскольку Саулит все время принимала возраст, начиная с трех лет, да? И планируем, что в конце года, может быть, в начале самого Нового года, мы откроем еще одну группу для этой младшей группы, полтора года. В Парвенте это Пасок, вторую группу уже, да? То есть есть сейчас очередь? Ну, очередь какой? Ну, очередь такой, что вот внезапно, запрос большой, если там пять лет, четыре-пять лет назад где-то начали несколько человек в этом таком возрасте поступают в сентябре на занятия в этих группах. Сейчас уже в 10 раз увеличивается это количество и превышает уже 80 детей, которые хотят в сентябре. Ну, надо учитывать, что здесь, понятно, это связано тем, что родители вынуждены идти на работу, хотя... Материальное положение? В какой-то степени, да? Я не думаю, что материальное тоже, но я думаю, что и требования работодателей, и вот законодательство выросло таким образом. Если раньше всё-таки было не так уж и давно, что до трёх лет сохранилось рабочее место, а сейчас всё-таки это новая норма законодательства, ну, я думаю, что не всегда это материальные нужды, ну, это как-то... А демографическое, может, был бум какой-то, полтора... Я не думаю, что нет, вот я здесь уже показал, здесь видно, что, если можно, там... Да, если видно, что у нас такого роста, действительно, ну, такого нет. Где-то уже такой... Это график рождаемости, да? График рождаемости, это по... Это по работе назад, или... Нет, это в этом, ну, вот, последний год, этот, 362 детей, которые родились в 15-м году в Бенспус, это по данным Центрального статистического управления, да? Ну, и было, конечно, там, это, в 14-м году действительно было больше, да? Ну, на 50-м, это тоже отражается. Но, я думаю, такой актуальной очереди нет, но сразу надо отметить, что... Если уже начал показывать, тогда хочу показать вот здесь, что говорил, что вот синие первые, да? Вот 4 года назад сколько начали в сентябре, а сколько запрос в этом году резко вырос, да? Ну, надо сказать еще один показатель, вот, тоже покажу, что вот посвящаемость... Половина, примерно. Половина, они... В итоге. В итоге. Они приходят, ну, как-то не все могут, так сказать, прижиться в этом возрасте, и уходят, и в этом году уже, в сентябре уже, я знаю точно уже 4 такие дети уже, которые пришли, где родили, подсказали, нет, нет, я лучше буду попозже пускать ребенка в детский садик. Но надо, я уже не первый раз говорил, что это не... с такого возраста эти детские садики, это не самые лучшие, и даже вредно для, скажу так, для развития этого ребенка. Ребенок, если вот... ребенок в этом возрасте лучше развивается, если он находится у близких своих родителей, семейных, или мама, или кто-то, и бабушки, и так далее. Но это самый людский шабианок. Креп, эмоциональный контакт возникает у него в этом возрасте с несколькими людьми, и только все-таки, ну, группы, группы, я не говорю, что родители, воспитатели плохие, но все-таки, ну, лучше было бы, ну, раз... Но психологи говорят до двух лет, да, до... Да, 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 это было бы лучше, ну, ну, что, ну... Ситуация разная дает. Я хочу привабить, что такой совет может быть, если очень хотят мамы выбрать свой садик, где своему ребенку быть эти ранние, раннее детство, да, то хорошо бы тогда заявление написать, когда получают вместе, как это... Орожайность. То есть, получил, родился ребенок, в принципе, может даже... Очень все время. Записывать, да. Да, но мы решаем все эти вопросы. Нет, решаем, ну, это такой... Решаем, и попросы, и в конце концов, мы находим решение для любого, молодого, маленького, безполучанина. А сейчас как раз обсуждаются же новые правила. Да, новые, чтобы было сайш-шенотиком, это как бы, ну, правило, которые уже, так сказать, имеют такой, хоть бы, законный, да, законный, городской... И чем они отличаются от прошлых? Нет, это было положение, это утверждено, и мы управление образованием, но здесь сайство, что это выше даже, чем, ну, так я думаю, по статусу, чем выше, чем решение Думы, поскольку обязательно не связывая, ну, придется, проходит... Проходится в Латвии связь на сессии, и... Проходится и согласование с инвестиционным актом, да. То есть сейчас они обсуждаются, родители как раз могут ознакомиться с ними? Да, могут высказать. Я еще хотел добавить к этому, к вышесказанному, что, как Алды сказал, у нас три садика на левом, три на правом берегу, вот, с маленькими этими группами. И сейчас, может быть, уже слышали родители, что мы фактически решили вопрос, что у нас САКУМ-скола, то есть центр САКУМ-скола... Начальная школа. Начальная школа, да. будет перемешана на здание, которое сейчас проходит вечерняя школа, где сейчас работает. А те ребята, которые учатся вечерней школой, перейдут в шестую, среднюю школу. Там достаточно свободных мест. В свою очередь, то здание, где сейчас находится школа начальная, она в свое время проектировалась, строилась как детский сад. И там мы просто возобновим ту первоначальную функцию. То есть это будет детский сад опять, да? Это будет филиал... Ну, так мы и с ним. Саули, поскольку я уже вначале говорил, что в Саули сейчас только восемь групп. Они принимаются с трех лет, ну, в этом году есть с двух лет, да. А тогда был бы полноценный такой цикл постепенности обучения. И тогда уже еще пять групп, это уже, ну, хороший-хороший центр города. То есть мы решим эти все вопросы. Как раз вопрос про детский сад Саулы. В детском саду Саулы планируется создать компьютерные классы. Не рановато ли для детей? Мне кажется, в таком маленьком возрасте детям не стоит много времени проводить за компьютером. Не знаю, кто планирует, но такого не управления, образование, не руководство детским садиком. Это не планирует. То, что у них есть обучение, где размещены, ну, техника, видеопроектор и доска дигитальная, да, и камера документов. Да, ну, где занимаются, но никаких там компьютерных занятий не будет, тем более, что по программе должны, дети не должны больше, чем 15 минут за один раз, 15 минут занятий не должно быть. И хватает у нас таких уже излишек. Доской, да. Это эти слухи сильно преувеличивают, да? Да. Перейдем к школе. Государство оплачивает школьные обеды школьникам до третьего класса. До какого класса оплачивает Венсполское самоуправление? Это государство оплачивает уже сейчас до четвертого класса. Ну, они, государство нам выделяет на ученика, этих классов 1 евро 42 сантима. Но это не хватает, и поэтому самоуправление еще доплачивает каждому ребенку еще 29 сантима, чтобы был полноценный обед. Тем более, дальше получает где-то почти 80 человек, 5-й по 12-й классе где-то, ну да, 90 человек получает бриппу, здесь у нас это бесплатный обед. А остальными, так уже несколько лет у нас действует программа, такая программа здоровья, можно сказать, что если ребенок, ну ученик 5-го по 12-го класса заказывает и употребляет комплексный обед, тогда это стоит 1 евро 99 сантима, тогда самоуправление оплачивает 99 и родители, ну и ребенку получается, что он платит только, родители платят только 1 с половиной. Есть он комплексный обед, где полноценный... Для всех школьников? Для всех. Даже в 12-м классе? Да. И очень увеличилось количество тех школьников, которые выбрали. Я знаю, что у нас в 12-м, 13-м, 2014-м году были такие, ну большой скок, когда уже была возможность выбрать, да, и мы уже, нет такой таблицы, но такие мы уже опросы были и очень рады, что ученики все-таки выбрали кушать этих, ну комплексные обеды. Я думаю, ну посмотрите, за 1 евро получить обед полноценный... Скажите, а вы сами когда-нибудь приходили в школу, пробовали? Да, да. А как это... Я думаю, кто там приходил сказать, что... В школе, так педагога не... Ну вот сейчас, если вы... Нет, нет, это действительно, там ни одно кафе, где даже не стоит, ну... Это вопрос о здоровье, ну... Партик... Ну это чтобы... О здоровом питании? О здоровом питании, да. Я помню, что в прошлом году как раз началось активное движение, когда стали запрещать в школах торговать. Ну это... Нездоровые пищи. Все продолжается это до сих пор? Ну это, да, это касается больше всего буфетов, да, и то, что булочки и так далее, хотя и это булочки тоже можно там с умом использовать и применять, ну это... Но вообще проверяют буфеты, что там, чем там торгуют? Да, у нас же проверяют, постоянно проверяют это, приведет это... Котовольство витеринарной службы дошли. Служба, которая проверяет это, и меню, и тем более, что это задача медсестры школы смотреть это, ну, меню, и наше самоуправление выделило даже, ну, да, это компьютерная программа, Курмис, которая вот сама уже определяет калории, какие должны посчитывать, чтобы не должно быть больше. И в этом мы даже были, блин уже два года назад сократить, ну, стоимость в детских садиках для матчей группы, поскольку было больше калорий, чем положено. И мы два года назад уже сбросили, так сказать, и цену на это питание, и пересмотрели продукт. Ну, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как наши учителя повышают свое образование. Педагоги, как и представители многих других профессий, должны постоянно повышать свой уровень образования и квалификацию. Ведь именно учитель подготавливает новые поколения к жизни. Венсполские педагоги не полагаются только на государственные и муниципальные программы обучения и активно самостоятельно организуют занятия, позволяющие развиваться. Для учителей школа тоже место их учебы. Например, педагоги четвертой средней школы второй год подряд раз в месяц собираются вместе, чтобы обсудить педагогические вопросы, поделиться опытом и придать друг другу уверенности. Для учителей главное максимально уделить внимание ребенку, сделать учебный процесс более увлекательным. По этому пути мы пошли уже давно. В 2013 году в нашей школе действовали несколько учебных групп, так же, как и в других местных школах. Как мы знаем, с помощью экспертов Латвийского университета мы работали в различных группах. За эти годы в нашей школе было несколько таких групп. С прошлым году нам предложили организовывать такие учебные группы своими силами. Эксперты посоветовали раз в месяц организовывать встречу руководителей этих групп. Мы встречаемся с представителями всех венсполских школ, делимся опытом относительно того, как работаем в своих школах. Параллельно работаем в школах, ведем группы. Нам очень нравится. Каждый год в конце учебного года проводится оценка проделанной работы. А с началом учебного года вновь обсуждается анализ работы в прошлом году. У нас за лето накопилось много идей. Пообщались с детьми, послушали их отзывы о прошлом учебном году. Они тоже поделились идеями о том, что можно было бы сделать в этом учебном году. Так что работы у нас очень много. Будем планировать работу в этом году. Раз в месяц восемь педагогов четвертой средней школы встречаются по собственной воле, понимая, что для их дальнейшей работы такие встречи приносят положительный результат. У нас сформировалась прекрасная группа. Мы с радостью приходим сюда, работаем вместе. Конечно, мы привлекаем и других учителей, создавая совместные проектные работы, задействуя детей. Подобные учебные группы действуют и в других фиенспольских школах. Мы видели, насколько активны наши учителя. Они не сидят на месте, не полагаются на никого, сами объединяются в творческие учебные группы. Как же венспольское самоуправление мотивирует, стимулирует наших педагогов? У нас есть специальная программа, программа действий, программа действий, как улучшить программу обучения, учения наших школ, качество образования, качество образования педагогов. Это очень важная программа. И начиная с 2013 года, уже по этому году наше самоуправление уделило более 800 тысяч евро на это обучение. Но это обучение очень-очень важно, потому что... А что значит вот это обучение? На что ушли эти деньги? Это на семинары. Не только на семинары, это надо учитывать, что и для оборудования среды тоже. Это техническая необходимость, оснащение учебного процесса. Но самое большое, я думаю, что это деньги ушли на обучение. Не на обучение, а даже переориентировка учителей, менять их установку и роль в их учебном процессе. Поскольку он все время воспринимается как учитель, который учит. А здесь самое главное в современных условиях требует, чтобы он был не тот, который учит, 20 субъектов, а остальные там слушает, да? А он как старший член команды, который обучается сами. Он организует обучение. И поэтому не зря, что он обучает. Нам важно, чтобы у нас в школе был класс, который обучается. Не сказать, а вот Торова обучает, да? А потом школа, в которой учителя учатся, вы видели это в этом сюжете, что учителя должны сами корректировать. Опыт как-то лучше подается, и эту установку поменять, если сами находят общие, какие проблемы обсуждают. И только таким рефлексивным путем можно изменить эту обстановку. Это самое сложное. Техника – это техника. Я думаю, самое главное – это менять мышление. Но ведь у нас очень много педагогов, скажем, в предпенсионном возрасте. А можно уже поменять мышление? Я думаю, что нет. Почему нет? Если человеку, так сказать, дать пищу для размышлений, для рефлексий, да? Если человек может сам проанализировать, какой ход, что он там делал, и быть каким-то критическим другом. Поэтому не зря у нас методическая служба, появились люди, которые специалисты в этой области, дать совет. И если мы с каждым будем размышлять, что там дело хорошее, что там было, если кто-то еще подскажет, а почему бы человек в любом возрасте может поменять и свою позицию? А это самый-самый сложный вопрос. Я думаю, что мы в этом отношении преуспели. Я думаю, во всей Латвии могу гарантировать, что это действительно прорыв какой-то. Спасибо идею Аудису тоже по-славянскому, потому что Иоанн Ису Вейтуолинчу, что сотрудничество с государственным университетом, сотрудничество с Министерством образования и сотрудничество с очень-очень знающим экспертом. Это, я думаю, это такое хорошее. Для Венспилса это очень нам хорошо помогает учителям. Это и программа, о которой я рассказал Аудису. И самое главное, что не только уроки естествознания, у нее анализируются уроки и по географии, и по истории, и по языку. Это очень важно. И я думаю, что если учителя уже активно, как видели в сюжете, они уже активно учатся друг у друга, это уже такая радость. Радость у них самих и радость для детей. Но самое главное, что дети улучшали свои знания. И что я хочу сказать, что самоуправление уже второй год, у нас же есть программа, которая мотивирует учителей, не только тех учителей, которые, например, получают призы, материальную поддержку, когда их ученики уже завоевывают хорошие олимпиады, хорошие места, они хорошие централизированные экзамены сдают. Но самое важное, чтобы была эта динамика в классе, чтобы были такие, и у нас есть критерии, по которым уже смотрят, как ученик учится в классе, какая динамика его развития. Если ему была оценка 7 или там будет 9, или оценка 4, как эта оценка улучшалась, сколько много работы педагог заложил на этого одного ученика или на многих учеников. И сейчас уже более 55 тысяч евро получили 80 учителей, педагогов, которые это уже доказали своей работой. Они все это, не только что улучшалось знание учеников, но они уже, как сказать, свою профессиональную деятельность тоже уже умели профессионально дополнить и делиться со своими знаниями, делиться со своими коллегами, как мы видели. И самое важное, это контакт с родителями, потому что это очень важно, чтобы родители не были отдельны от школы. И сейчас в этом году уже скоро 40 педагогов у нас, это дошкольного детского искусства, тоже 40 педагогов по таким же критериям тоже получили такой материальный, как сказать, приз. Единоразовая доплата какая-то, как поощрительная премия? Раз в полугодии мы совершаем эту оценку, это школа совершает, а директоров оценивают уже управление и комиссии по образованию. То есть, как Илла сказала, у нас три года с нашими педагогами работали профессора из Латвийского университета, учили, как учить в 21 веке. Я думаю, что это было очень интересно для наших педагогов. И, конечно, цель этих обучений была создать свою службу консультантов. Сейчас у нас самые лучшие из лучших пять учителей наших, это как уже ядро, можно сказать, как начало этой службы, которая со временем будет развиваться. И эти пять учителей в каждой своей отрасли уже сегодня дают консультации по запросу школ. Я думаю, что самое главное, что из этого всего получилось, что наши учителя уже не сидят в каждой своем классе, в каждой своей школе, но они общаются, они работают вместе, и это очень-очень важно. Это такой психологический перелом случился в последние годы. Я думаю, что в этом, как Аллах сказал, я думаю, что мы в какой-то степени одни из первых. И там, как они организовывают сейчас уроки, это не то, что уже сидят там парта за партой, и по два они передвигают мебель, работают в командах, работают там вопросы коммуникации, вопросы, ну, навыки 21 века, скажем так. Давайте как раз посмотрим сюжет о том, как проходят такие интересные факультативные занятия и уроки. Вот уже третий год подряд в рамках программы по развитию творческих способностей и интеллекта Парменская основная школа организует дополнительный факультатив по природоведению «Маленький ученый» для самых юных посетителей школы, учеников первых, третьих классов. В нашей школе на занятиях «Маленький ученый» мы развиваем у учеников исследовательские способности, учим детей наблюдать, исследовать, сравнивать, делать выводы, также сотрудничать. Как вы видели, очень важно развить у детей умение читать и искать информацию в других источниках. Факультатив – не обязательный урок, посещать его может любой ученик. Педагоги сами побуждают учеников, у которых отмечается интерес к природоведению, посещать дополнительные занятия. По словам Дайлы, «Маленький ученый» – это хорошая подготовка для школы умников, которая начинается с четвертого класса. Факультатив проходит один раз в неделю, однако это не мешает детям узнавать много нового на каждом занятии. Сегодня дети учились наблюдать и делать выводы на примере экспериментов с пластилином. Какой-то плавал, а какой-то тонул. Дети должны были решить, как нужно изменить его форму и размер, чтобы тот пластилин, который тонул, в итоге плавал. Они также учились сотрудничать, читать, работать друг с другом и прислушиваться к словам учителя. В конце занятия учителя факультатива Дайла Зайберга и ее коллега Инита Семенова стараются провести интересный научный эксперимент. В этот раз был совершен эксперимент по погружанию яиц в воду, что вызвало восторг маленьких ученых. По мнению Дайлы, необходимость этого факультатива неоспорима. Факультатив очень важен. Дети получают больше знаний, ведь мы не все можем успеть за урок природоведения, который проходит два раза в неделю, и часто учителю просто не хватает времени. Программа же довольно обширная. На этих занятиях у детей появляется больше интерес к природоведению. Мы предлагаем разные темы, чтобы их заинтересовать, изучаем обычные явления, которые нас окружают, узнаем, почему это так происходит. В свою очередь в 4-й средней школе в творческой обстановке ученики 3-го класса изучают одновременно два предмета. Природоведение преподают билингвально. В классе совместно работают два учителя. Реализация этого проекта в 4-й средней школе осуществляется второй год подряд. Класс разделен на несколько групп. У каждой группы свое задание. Педагоги признаются, что такой метод обучения – большое приобретение для детей, а также вызов для самих педагогов. Самое большое приобретение – самостоятельность детей, сотрудничество педагогов и детей, обучение концентрации на чем-то конкретном, на своем индивидуальном задании. Мы учимся с детьми 2-го класса называть те вещи, которые нас окружают и в лесу, и дома на английском языке. Книжки по английскому предназначены для учеников любых стран. Мы учимся тому, что связано с нашим природоведением, нашей окружающей средой. Это вызов для детей, потому что большинство даже не знает, как это называется на английском языке. Мне, конечно, требуется больше времени, чтобы к ним подготовиться, но это увлекательно, потому что на каждом занятии происходит что-то новое. В творческой обстановке возникают новые идеи. Учитель чувствует себя свободнее, чем на уроке. Учителю интересно наблюдать, как ученики развиваются, как у них получается справляться и идти дальше. В конце каждого занятия дети должны представить созданные во время урока работы. Заместитель директора школы считает, что это развивает у детей навыки публичного выступления. Проведение подобных уроков – еще один шаг подготовки детей к дальнейшему жизненному пути. Вот такие интересные уроки, да, хотели прокомментировать? Я хотела приговорить, Тор. Еще одна новость у нас есть – это новая электронная система опроса родителей. И учеников, как они довольны уроку, как они довольны занятием. И в этом году было очень хороший отзыв, 80% из родителей отзывались. И сейчас эти результаты, которые получены, их нужно анализировать и нужно проверить. И узнать, что было хорошее, что не поняли, или что, может быть, нужно разъяснить. И чтобы был диалог с родителями. И сперва это анонимный, да, анонимный опрос. Но хорошо бы было потом, если узнать результат, и чтобы диалог был больше между родителями, и между учителями, и школьниками. Это как-то через Е-классы или как? Это новая система, проработанная специалистами в Латвии, называется «Дурия». И авторы этой выдумки, этой программы приехали нам и посоветовались, и решили, что мы, конечно, должны это приобрести. Скажем так, да, они работали весь прошлый учебный год у нас, да. И я думаю, что это хороший, очень хороший материал для анализа, для принятия решений, как улучшить учебный процесс. Это можно просветить детей и родителей, и учителей, да. И сейчас, ну, фактически министерство решило, что эта система будет введена во всех школах в Латвии. То есть именно год раньше это уже сделали. Интересно, то есть, получается, какие примерно там вопросы? В этом году мы комбинировали, оставили. Разные, ну, нет, еще, вот, наши родители в этом году еще по каждой второй, каждые два года мы проводили анкетирование родителей по разным вопросам. В этом году, конечно, мы хотели перейти на Эдурия, но Эдурия требует только вот использования электронной сети, да. Они у всех родителей, это имеется, поэтому в этом году еще для родителей сделали такое исключение, хотя ввели систему Эдурия, да, это родители. Это большой помощник школам. Это самый главный заказчик образования, это кто? Родители. Родители вроде не ходят в школу, как он должен знать. Он узнает, что творится в школе в основном, то, как ребенок приходит домой и рассказывает, да. И я думаю, что вот как раз это показывает, ну, удовлетворенность хорошая, действительно там приятно этого. Ну, другой раз, может быть, об этом. То, что школа должна работать с родителями, показать, что они делают, как делают. Это мнение складывается, чтобы не было так, что только ребенок пришел домой и говорит, что там плохой об этом, плохой учитель и так далее, действительно. Поэтому не зря ИГИЛ заговорил об этом, что надо и вся школа с родителями, общественностью, поскольку это общее дело. Если мы не будем тягивать общественность, работу школы, мы далеко не продвинемся, так как это одна из самых больших таких задач, вот, ну, тягивать и не тягивать, а просто ознакомить и общая работа школы с общественным социумом, который вокруг школы, да. Только таким образом можем решить, поскольку, в конце концов, образование для общества, для детей, не для какого-то закрытого, какого-то согритого системы. А, да, и по ЭДУРе. А ЭДУРе это уже помогает, что электронным путем мы можем делать вопрос и родителей, и учеников, и как оценивать работу учителей, как дети оценивают работу. Посмотреть анонимное, конечно, нельзя, не должно быть, чтобы это какой-то шпионаж, или какой-то погоня за каждым конкретным учителем. И таким образом можно сравнивать обратное связь. Я говорю, люди-то думают, размышляют, рефлексируют, и поэтому можно только таким образом узнать обратное связь. Ещё хочу прибавить на предыдущий вопрос, когда обучение в семинаре педагогов. Очень хорошо, когда эксперты из Министерства образования, из Литвисатур Центр Содержания Образования, они анализировали не экзамены, а диагностические работы учеников, и тогда узнали, это очень хорошо узнать, где-то какие проблемы, где, может быть, лучшие успехи, где меньше, да. И когда этот анализ происходит, опять улучшение качества обучения этой учёной системы. Потому что довольно много таких новых, я думаю, очень хороших идей появились. И как итоги этой всей работы, можно сказать, что итоги централизованных экзаменов показывают, что очень хороший рост у нас, очень хорошие результаты. Конечно, есть снижение по математике, но это у всей Латвии. Это очень сложные были задачи какие-то, неординарные. Но у нас это снижение немножко, других, конечно, гораздо больше. А по остальным всем предметам у нас очень хороший результат. То есть гораздо лучше, чем годы перед этим. Ну, большой рост прошлого года в образовании наших венсполских детей играет наш дигитальный центр, да, предложивший обширные программы. Сначала об этом сюжет, потом поговорим. Он уже в порыве. Вот уже второй год подряд венсполский дигитальный центр радует школьников города широким выбором занятий и кружков по интересам. Подать заявки на участие могли как новые желающие, так и школьники, которые захотели продолжить начатое обучение. В прошлом учебном году кружки начали свою работу 5 октября. А венсполский дигитальный центр, как призналась руководитель программы Гуна Степпене, тем самым стал большой IT-школой. Венсполский дигитальный центр предлагает ученикам первых 12 классов получить новые знания в 14 разных кружках. Я думаю, что более 300 обученных детей в прошлом году неплохой показатель. В нас поверили как дети, так и их родители. Сейчас, когда проходит регистрация на занятия в новом учебном году, мы видим, что нами интересуются. По словам Гуны Степпене, наблюдается большой наплыв желающих посещать занятия. В этом году будет создано 36 групп, но, как отмечает руководитель программы, скорее всего потребуется создать еще несколько групп по тем кружкам, которым отмечен наибольший интерес. В первый день регистрации, 29 августа, когда мы только начали прием заявок, записалось 140 детей в один день. Наибольший интерес детей и их родителей вызывает робототехника, особенно у детей младшего возраста, а также цифровое домоводство, основы фото, видео и компьютерной графики. С этого учебного года посетителей занятий ждет ряд новинок. Занятия по созданию домашних страниц и приложений для телефонов, основы трехдименционной компьютерной графики, а также кружок робототехники. Прежде дети и молодежь Венсполса могли познакомиться с робототехникой в Доме творчества. В этом году Венсполский дигитальный центр перенимает занятия по робототехнике. Но мы не просто перенимаем, мы хотим преподавать робототехнику детям и молодежи на более высоком уровне. Дигитальный центр также позаботился и о школьниках правого берега. Теперь ученики смогут посещать кружки по основам программирования и основам компьютерных знаний в Парвинте. Немаловажно отметить, что все кружки дигитального центра бесплатные. Это обеспечивает финансирование Венсполской городской думы. Уже второй год мы реализуем городскую программу, которая обеспечивает как заработную плату педагогам, так и возможность приобретения всей необходимой техники и программного обеспечения. Для детей это абсолютно бесплатно, даже если они посещают не один, а три и четыре кружка. Девятилетний Микус Фрейманис, помимо уроков в четвертой средней школе, также посещает кружки дигитального центра. В этом году он продолжит занятия по полюбившимся ему основам программирования и цифровому домоводству. Я сделала наклейку, плакат и поздравления. Учащийся кружков обеспечены абсолютно всем, начиная от планшетных компьютеров, заканчивая 3D-карандашами. А по словам руководителя программы, посетитель кружка должен взять с собой только желание учиться чему-то новому. Пока был сюжет, мы как раз обсуждали, что 220 тысяч заложено в бюджете. 220 тысяч евро в год мы на эти цели расходуем. Но я думаю, что это очень хорошее уложение. Надо сказать, что это действительно поразительно. Какая огромная отзывчивость от наших ребят именно идти в эти кружки. Знаете, говорят, что в 21 веке у нас ребенок рождается в планшетных руках уже. Получается, что не совсем так, что они тоже хотят учиться. И, конечно, они учатся очень быстро, гораздо быстрее, чем, может быть, люди нашего поколения. И, конечно, если в прошлом году было примерно 300 этих учеников в этих кружках, то в этом году уже 500 примерно будет. То есть могут всех принять желающих? Ну, я скажу так, что помещение в дигитальном центре уже полностью забито. И если еще будет увлечение, то будет сложно. Будем искать уже какое-то другое место. Но, как уже было сказано в сюжете, то есть мы сейчас дали возможность и Парвинти, бывшей пятой, средней, да, вот в этой школе уже будет тоже, уже есть возможность, что и там могут ребята заниматься, и не надо будет. Ехать в центр. Ну, я хочу только добавить, что эти средства, вот это самое главное, то, чтобы техника должна быть как помощник в познавательном процессе. Не самоцель, вот это, мы знаем, что уже во многих вещах уже виртуальный мир стал для какой-то части уже самым главным миром. Это не естественный мир, но наш мир, окружающий, реальный. А поэтому, чтобы это было действительно, как, по-моему, эти кружки помогли освоить технику, как средство для постижения новых знаний. Как средство только, а не как источник знаний. Знаете, это средство. Алдес очень правильно сказал, ну, например, мы были там, примерно два года тому назад в Финляндии, да, посещали там школы, у них нет такого обучения информатики, да. То есть компьютер и все эти гаджеты, как сейчас говорят, это как средство. Это интегрировано в учебном процессе. То есть это мы тоже, наверное, со временем до этого дойдем, да. Я хочу прибавить то, что в Парвенской начальной, не начальной, а основной школе сейчас не только дигитальный центр предлагает детей и школьников, но предлагает и на разных кружках. Это Дом творчества и самоуправление получает 420 тысяч за этого года, 2016 года, это весь бюджет, но кружки будут не только 1600 учеников учатся в Доме творчества, но сейчас могут 8 кружков посещать в Парвенсе. Это очень хорошая, я думаю, такая идея, потому что есть место, и педагоги там будут, и там кружки театра, там по игре на гитаре, там будут разные, например, как приготовить игрушки разные, для детей, да. То, что это будет как равновесие с этим информационным миром, да. Мы, конечно, не можем сделать полностью второй комплект Дом творчества, перенести на правый берег. Может, постепенно, постепенно. Но не надо. Не надо. Город небольшой, действительно, это для младшей красоты. И зачем, скажем, конфеты? Ну, наш коллектив же знаменитый, да. Ну, как-то зачем? В одном месте, где собираются... Это не разделишь, конечно, но вот как раз... Ну, опять-таки, говорю, есть вещи, которые вот роботики, там, скажем, авиатрассу, автотрассу и так далее, не надо делать. В клуб астрономии тоже, если он есть, он тоже может быть там, где планетарии, да, и обсерватории. Это не может быть в Парвенской основной школе. Но все-таки есть возможность, есть выбор младшим ученикам быть. Я думаю, это очень-очень хорошо, что они могут это использовать. И каждый школьник, который идет в творческий дом, он стоит 250 евро, и его самоуправление платит за год, за каждого. Это просто понять, что это бесплатно, что это можно использовать и только предлагать. Ну да, о том, что город у нас разделен на два больших района, да. Каждый раз вот задают, когда же школьники бесплатно будут ездить. Ну, едут уже, средние школьники, средние, да. Не, ну, видите, конечно, этот вопрос, вечный вопрос, можно сказать. Это не только к детям относятся, нас часто задают, почему пенсионеры и так далее. Ну, мы, конечно, тестично оплачиваем билеты тем, которые приезжают из одного берега до другой, да. И вот, конечно, более выгодно использовать месячный билет. Это получается примерно 8,25 за месяц, да, 8 евро, 25 евро центов. Это все-таки не такая большая сумма, если каждый день это использовать, то есть это 50% скидка, да. И 90% скидка у нас это многосемейные, многодетные семьи, да, и те, которые сироты, и те, которые инвалиды, да, там, детей малобеспеченные и так далее, да. То есть, ну, и, конечно, поскольку у нас на правом берегу, ну, скажем, нет уже возможности обучения в средней школе на латышском языке, то есть мы оплачиваем тем ребятам, которые приезжают на левый берег и учатся в школе, да. Вот один вопрос, я как раз сегодня разговаривала с одной родительницей, и она тоже жаловалась, что очень жарко в классе, который находится на солнечной стороне, что дети все красные, распаренные, вот предлагают поставить жалюзи. Как-то обсуждался этот вопрос, или это только в этом году вот так поднялся он? Я думаю, что жалюзи уже имеются в этих помещениях, ну, действительно, это большие окна, скажем, 6-я средняя школа. Ну, посмотрите, какие там сплошные, там, где стены нет, там только окна, там есть и жалузи, но она все-таки пропускается, свет и здесь, когда уже надо совсем другого вида жалузи, которые действительно... А, они предлагают, как в Венсковской городской доме. В городской доме, да, но это... Не надо изнутри и снаружи, достаточно просто. Да, это действительно, чтобы, ну, солнце-то греет, действительно, так как здесь, ну, это дорогостоящее... Раньше было окна, которые пропускали воздух, да, у нас сейчас очень плотные, скажем так, утепление произошло. Но здесь это проблемы надо решить, и вентиляции надо не только вот жалузы делать, но это и вентиляционные работы во всех школах, но это очень-очень... В будущем. В будущем. Большие как положения, там миллионы нужны, чтобы... Ну, постепенно, постепенно... Ну, жалузы и есть. Ясно, ну, они такие, да, они... Давайте перейдем к высшему образованию. Спрашивают, насколько конкурентоспособна наша высшая школа? Сколько в этом году, как поступило, как набор? Да, ну, надо сказать, что результаты не очень хорошие в этом году. Мое личное мнение, что в какой-то степени на это повлияло те не очень хорошие известия, которые были по отношению нашей высшей школы на публичном среде, скажем так, да, правильно? Вы знаете, этот конфликт, который был между ректором и Револдой, госпожей Равловой, Револдой, господин Ратнекс, там такая пара была, да, и они, можно сказать, что были уже достаточно в сложных отношениях со всеми остальными, которые работали, работают и в школе, и, ну, в соответствии с Мисаполцией проголосовала, выразить недоверие ректору. Ну, сейчас уже, я хочу сказать, что на сегодняшний день ситуация лучше, да, мы уже вернулись в нормальный рабочий процесс, скажем так. Вот, к примеру, вчера наш вуз, специалист, руководство обсуждало стратегию развития вуза, да, это формальная стратегия была утверждена уже в прошлом году, в ноябре, но сейчас они уже смотрят все повторно, потому что те, то, что там было заложено, следует большому, очень серьезному пересмотру. Ну, я хочу сказать хотя бы один пример, да, они решили, вот, бывшее руководство решило, что с этого учебного года открыть новую программу обучения в вузе, да, которая называется «Электроника по навигации пароходов», скажем так. Ну, как бы очень, да, судоходство, как бы очень подходит, Венсполсон и портовый город, судно заходит часто и все такое, да. Ну, как вы считаете, сколько там поступило? Желание учиться в этой программе выразил один человек, понимаете, да? Вот, ну, а как можно было бы определить, это правильное решение, нет? Надо было просто поинтересоваться. Вот я спросил господина Сармульса и спросил, вот, как вы считаете, сколько там таких специалистов Латвии вообще в целом в стране необходимо? Он сказал, ну, на руках одной пальцы, то есть на пальцах одной руки достаточно. Он работал много лет, руководил пароходством, значит, в Латвии так. То есть это только один пример, что, может быть, работа не была достаточно продуманная, но вот все-таки результаты приема, да, нельзя списывать только на эти отношения. Я думаю, что, ну, как правило, вуз, наш вуз принимал примерно 300 студентов в год, да, в этом году всего лишь 220, в лучшем случае 230, да, то есть спад очень серьезный, да, и, конечно, Венсполса Ускола, то есть Венсполский вуз должен работать в первую очередь, чтобы вернуть доверие, вернуть хороший престиж, хорошее имя школы, да, высшие учебные школы. Для этого необходимо все время давать положительные известия, да, вот, студенты в том числе, да, как хорошо жить в Венсполсе, как интересно, как... У нас есть уникальный объект, это Международный центр радиоастрономии, да, ни одного вуза, не только в Латвии, но и в Эстонии, и в Литве нет ничего подобного. То есть необходимо использовать то, что у нас хорошее, уникальное, да, и, конечно, как развиваться, какие программы новые, какие новые исследования, да, в каком, какой вот... Это очень ответственный вопрос. Нельзя так, ну, давай решим вот то и все вперед, да. То есть это все очень дорого, и те шаги, которые были сделаны до этого, были очень продуманы, на наш взгляд, и сделаны вместе с самоуправлением, потому что вуз, в первую очередь, для города, для северной Курзами, для региона, да. Хотела еще прибавить, что все-таки, несмотря на все это, хочу сказать, что 97% абсорментов нашей высшей школы... Находят работу. Находят работу, и хорошую работу, и хорошую оплачу мою работу. Так что, я думаю, это очень хороший показатель, который был, и мы должны стараться все это удержать, да, который был... Вот диплом признается же в других странах, да, нашего вуза? Это же и процедура, как в любом, любого вуза. Но я думаю, что хочу сказать, конечно, это немножко повлияло на прием первых курсов, да. Но я думаю, что качество образования, как учебного процесса, педагогов, преподавателей не снизилось, да, как они работают. В этом нет сомнений. Не только правильно здесь и господин Витальевич сказал, что надо еще-таки, ну, так сказать, войти, ну, этих... Приглашать слушателей, студентов из других регионов. Положительными новостями они отрицательны. А что у нас сейчас с ректором? Ну, сейчас вот, именно сегодня, если не ошибаюсь, было сотверсие САПУЦ, то есть собрание сотверсия, которое объявило, утверждило положение и, значит, открыло, начало процесс избрания нового ректора. Там, если не ошибаюсь, в течение двух месяцев могут появиться, ну, объявиться, подать заявление те, кто же желает взять на себя этот вызов, скажем так, да, и тогда уже будет голосование, соответственно, САПУЦ, и потом уже правительство будет утверждать нового ректора, да. То есть этот процесс примерно, ну, два с половиной, три месяца может продлиться, то есть нового ректора мы получим в конце года. Вопрос об образовании детей с особыми нуждами. Мой ребенок ходит в класс С при детском саду Эйглэйте, где учатся дети с особыми нуждами. Там 11 латышских детей, 10 русских. В этом учреждении помещения не приспособлены для учебного процесса, очень мало места. Как-то будет решаться? Да, я знаю, это положение неоднократный, и Витович тоже был в этом помещении. Здесь у нас это класс второй основной школы, которая базируется на базе детского садика Эйглэйтис. Они занимают одну помещение, одной группы, это 130 квадратных метров общая площадь, и где-то учебная площадь 90 квадратных метров. Обучаются в этом году 16 детей. Здесь 9, 15, 9, вернее 8 даже реально посвящает, латышского потока и 6 русского потока. У них есть нормальные помещения. Ну, конечно, если по нормам, тогда уже это превосходит несколько раз. Также они оснащены там и в прошлом году, да, в прошлом году там они оснащены тоже видеопроекторами, имеется. Я не думаю, что само помещение как таковое. Там, я думаю, была вторая часть этого вопроса, что наше питание. Про комплексных обедов, да. Да, мы заказали еще там надо проект, чтобы улучшить, ну, это бытовые там нужды, поскольку туалеты переоборудовать. Ну, я думаю, по помещению, по, ну, я говорю, 90 квадратных метров, но 15 детей. Ну, класс. Ну, тут предлагают вам лично сходить, я предлагаю вместе со съемочной группой сходить. Мы были, мы были там. Нет, ну, понятно, что вы там были, и мы там были, но еще раз можно сходить. Еще раз, может быть. Да, еще раз, да. Вопросы были насчет питания, да, но это тоже определяет сайство, но такому, кому, ну, город, кому не полагается, и здесь среди детей нет таких нуждающихся и малообеспеченные, и тогда уже, ну, я думаю, что можно было рассмотреть это городской думе, социальные службы, этот вопрос, но тогда надо комплексы, не только этих детей 15, тогда надо посмотреть других, и в других школах, и так далее, комплексы, поскольку, а там, я думаю, что и возможно, в социальной службе, если там, я знаю, что... Родиться индивидуально. Индивидуально, но они не хотят родить, и как это, ну, постыдно, чтобы, да. Но это можно решить, ну, я за то, чтобы, может быть, действительно помочь этим детям в этом отношении, но комплексы с другими детьми, которые тоже учатся в обыкновенной школе, и так далее, учатся, там занятия проводят, помогают учителям, и три ассистента, которые, ну, помогают. Я думаю, что... Помощники? Да, помощники, ассистенты учебного процесса, я не думаю, что в помещениях дело. Ладно, наш эфир стремительно прибежит. То, что выросло, действительно, в этом году 15, в прошлом году было 6, 4, тогда, ну, 10 человек. Ну, немножко выросло в этом году. Поэтому заметили, наверное, что... Ну, наверное, да. Давайте посмотрим сюжет о том, как подготовлены были в этом году учебные заведения к новому учебному году. Новый учебный год начался с перемен в двух учебных учреждениях – детском саду Рутитес и Венспольской художественной школе. При финансовой поддержке Венспольской городской думы в этих учреждениях образования летом провели ремонтные работы. На ремонт художественной школы было потрачено 12 тысяч евро. Этим летом был отремонтирован фасад Венспольской художественной школы, а точнее, ремонт нижней части фасада у основания, потому что наше помещение находится в здании, которому уже больше 100 лет. Также летом благоустроили двор нашей школы, восстановили забор, а в помещении протянули интернет-сеть. Новинкой для школы стала современная интерактивная доска, которую планируется использовать в учебных целях, на уроках по композиции и языку искусства. В августе наши педагоги посещали интенсивные курсы, создавали программы, чтобы работать с детьми. Вы знаете, что детям нравятся современные технологии, поэтому мы стараемся идти в ногу со временем и внедрять новые технологии в наш учебный процесс. В этом году в улучшенной школе будут учиться более 200 учащихся. Обширные ремонтные работы этим летом прошли и в детском саду Рутитос, где одновременно трудилось сразу 4 строительные фирмы. Основным стало благоустройство территории, оборудование и создание двух новых дополнительных игровых площадок. Преобразили и соединительный коридор детского сада. От ремонтированный коридор приносит эстетическое удовольствие. Он современный и светлый, отчего стал визуально шире. В дальнейшем мы сможем устраивать тут выставки работ детей. Помимо упомянутых работ, этим летом осуществился ремонт кухонных помещений и перестройка вентиляционной системы дошкольного учреждения. Тут установили новую вентиляционную систему, которая более мощная, лучше всасывает испарение и в целом создает более благоприятные условия для работников кухни. Летом были отремонтированы и две группы. Теперь в Рутитесе вся один из групп современные и обновленные, чему несказанно радуется директор детского сада Сарма Беляева. Мы все радуемся, все, родители, работники, тому, что самоуправление Венсполса думает о самых маленьких венсполщанах, о детях. На ремонт детского учреждения образования Рутитес было потрачено 33,5 тысячи евро. Однако летний ремонт – это только первый этап. Всего в детском саду Рутитес их запланировано 8. У нас уже почти во всех садиках, да, я думаю, все группы, что бы вы хотели добавить? Я хотел добавить, да, что главные ремонтные работы у нас сейчас только впереди. И у нас сейчас открылась европейская программа, да, по получению средств. Мы планируем в течение следующих трех лет вложить наши школы, только в школы, это, к сожалению, эта программа недоступна для садиков, но для школ 4,8 миллионов евро, да. То есть это очень серьезная задача. Больше 100 учебных кабинетов будет отремонтировано, два спортивных зала, первая основная школа и вторая средняя. То есть все противопожарные тушения, все системы приведены в порядок, то, что, может быть, много лет не доходили рук, и, значит, интернет валится во всех учебных классах, да. То есть очень обширные работы. Я не знаю, как это получится, потому что это и виза у строителям тоже. Мы уже с трудом иногда справляемся теми работами, которые... Четыре фирмы в одном садике работали, да. Так что вот такой план, и я надеюсь, что нам удастся это реализовать. Приятные новости. Давайте немножко о техникуме, который у нас теперь такой современный. И спрашивают, какая программа самая востребованная в Венсковском техникуме? Самая востребованная? Гостиничник или как правильно? Гостиничный сервис? Да, там самый большой конкурс был. Хорошо востребованный специалист по компьютерной технике тоже, да. Но, к сожалению, может быть, что мы очень ожидали. Две профессии, которые новые сейчас предлагают. Это специалист по внутренним системам, да. Ну, сантехник, скажем так, если по-простому, да. И нам дались, то есть это плотник, да. Да, вот, к сожалению, трудно укомплектовать группы. То есть, может быть, надо больше работать маркетинг в этом отношении, потому что, на наш взгляд, эти профессии действительно востребованы. Еще как. И да. Но всего у них 17 программ обучения, очень разных. И, конечно, у них, в отличие от нашего вуза, очень хорошие результаты приема в целом. Да, они приняли 330 новых учеников, да, в первом курсе. И сейчас уже совместив техникум учатся 830 учащихся, да. И при том уже, можно сказать, что 50 на 50, да. Половина из плачан и половина из других, из других самоуправлений. И прием в этом году уже 60% пришли из разных других самоуправлений, и только 40, это венсполчане, да. Но это курзмский регион, кто учится, или за пределами курзма тоже есть? Да, больше всего это Талсы, потом венсполский Новац, да, потом Кулдыга, вот таким образом. А потом по одному идут, так, из разных. У нас осталось меньше минуты. Вот интересно, всех ли учащихся техникум обеспечивают местами тактики? Да, ну у них уже очень хорошее сотрудничество с нашими предпринимателями, да, и там есть эти программы специальные. Ну и надо сказать, что техникум обеспечивает всех. Ну, очень хорошо именно обучение, которое проходит на предприятиях. Это обучение как в Германии, что 70% учатся уже реально на предприятии, и только 30% теорий, да. Но если так будет, то будут и хорошие, и востребованные специалисты. Ну, к сожалению, наше время подошло к концу, хотя есть еще о чем поговорить, это интересная тема. Ну, я прощаюсь. Сегодня у нас в гостях были Янис Виталин, Шалдай, Славинский, Сейлзе Бунте. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok